На нескольких перекрестках Уральска светофоры вышли из строя. Без опознавательных сигналов о начале и прекращении движения, в частности, остались автолюбители, проезжающие по некоторым улицам Зачиганска. С проблемой уже длительное время сталкиваются не только водители, но и пешеходы. Подробнее далее. Пересечение Саратовской трассы и улица Айткулова считается одним из самых оживленных. Мало того, что здесь немало легкоушек, так еще и частыми гостями являются большегрузы. Умолчим про пешеходов и общественный транспорт, которых тут тоже в достатке. Светодружная компания вынуждена простаивать в отсутствие светофора на перекрестке. В пробке стоит порой даже карета скорой. Аналогичная картина, к слову, происходит и на пересечении с Самарской трассой. Впрочем, кроме пробок, выключенные светофоры чреваты тем, что нередко приводят к ДТП. Как раз на этих участках аварии не редкость. Перенесемся на пересечение улиц Жангерхана и Брусиловского. Здесь ситуация со светофорами все такая же плачевная, но сугубляет ее тот факт, что здесь сосредоточены учебные заведения поликлиника. Поэтому стоит ли говорить о высоком трафике, который регулируют полицейские, а не светофор? Я живу в Казахауле, прихожу сюда в поликлинику. Хотела бы перейти дорогу через светофор, но не могу. Он не работает уже много времени, а водители пройти не дают. Светофор на этом месте не горит уже второй месяц. Местные жители невольно задаются вопросом, почему и когда все восстановят. Почему светофоры не работают? Мы налоги за что платим? На что потратили наши деньги? В Сартау светофор тоже не работает. Возмущены и водители общественного транспорта. У них все по расписанию. Строго отведенное время нужно оказываться на различных остановках. Нерегулируемые светофорами перекрестки этому серьезно мешают. Очень много проблем из-за этого. Уже месяц, наверное, не работает светофор. Нам очень сложно и неудобно здесь проезжать. Опасно это. Мы ведь не одни, а с пассажирами. Ранее был расторгнут договор с компанией, которая обслуживала светофоры. Ныне выбирают новую, поэтому починка неисправных регулировщиков – вопрос времени. К слову, светофор на пересечении Жангирхана и Брусиловского заменят по гарантии. Еще на двух перекрестках регулировщики были повреждены в результате ДТП. Было два ДТП. После первого за 480 тысяч ченге был отремонтирован и установлен светофор. Потом, буквально через 3-4 дня, снова произошла авария, и два светофора полностью вышли из строя. В центре стоит главный светофор. В него влетела машина и вышла из строя программа, которая регулирует их работу. Между тем, починка вышедшего из строя светофора – дело серьезное. Точное время корректной работы могут назвать лишь ориентировочно. Если говорить конкретно, то с 15 по 20 сентября мы подключим, так как у нас в городе нет некоторых комплектующих в данный момент. Мы закупаем их в Ахтубе и Шимкенте – заводов, которые занимаются производством светофоров. Сейчас мы отправили заявки и ждем. Пока водители и пешеходы буквально застыли в томительном ожидании, по словам специалистов, ситуация со светофорами должна наладиться ориентировочно через месяц. Алексей Кочмазов, Алтенбек Тунашкалиев, Рустим Ищенов, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.